Всем еще раз здравствуйте, с вами канал Мамочи Компания, меня зовут Ольга и очень рада вас всех видеть у себя на канале Почему Мамоч? Потому что дети называют меня Мамоч Это у них, наверное, наследственное, потому что я своему маму, например, Маморик звала Я хочу вам рассказать немножечко о том, что сейчас происходит в Ереване, в Армении Как мы живем в этой ситуации, как дети учатся В общем, что-то вот в этом плане, естественно, у меня не новостные сообщения Это мое, так скажем, видение данной ситуации Мы начнем Значит, в Армении, вот сегодня у нас 2 апреля, повторю, в Армении на сегодня 663 заболевших коронавирусом За сутки прибавилось 92 человека, такого скачка еще не было ни разу Но, например, вчера было так, вчера было мало выявлено новых зараженных К счастью, основная часть людей либо в легкой форме, либо вообще в бессимптомной форме Но уже четверо умерли, это все люди с сопутствующими хроническими заболеваниями И есть уже выздоровшие, что тоже радует Значит, начнем, правда, издалека Первый случай, когда у нас выявили больного А это был человек, пролетевший из-за раны Значит, и с этим, когда, значит, у него оказался положительный тест У нас с 22 марта по 8 марта объявили в школу о детских садах и университетах Как бы перенос каникул на неделю раньше И это была как бы каникулярная неделя карантина После чего 9 марта все дети отправились в новую школу И тут в четверг, то есть в понедельник они пошли в школу 9-го И в четверг выяснилось, что у многих людей, которые прилетели накануне двумя самолетами Это туристы, выведенные из Италии, армянские, выявили коронавирус И они не были сразу из самолета изолированы Они были распущены по домам над самоизоляцией Но, по-видимому, везде есть такие люди, которые на все чихать хотели И были люди, которые пошли на работу Были люди, которые устроили грандиозное событие, празднование помолвки Со всеми там смачно обнимались, целовались, уже имея катаральное явление И, в общем, отсюда и пошла вспышка и рост числа заболевших В общем, сейчас очень много народу изолированы И, в основном, новые случаи связаны с тем, что их выявляют уже у изолированных людей К счастью, третий самолет, который вывез туристов из Италии Уже был сразу же от трапа изолирован В общем, и тут уже как бы пресекли попытку разноса инфекции с этого третьего рейса Значит, в связи с этим у нас с 16 марта по 14 апреля официально объявили карантин Вот с 16 марта, если не считать ту предыдущую неделю, дети находятся дома Ну, фактически с 13 марта получается Значит, но поскольку рост как бы шел, да, числа зараженных И люди были весьма, при начале как бы паники первые там несколько дней Когда все ломанулись закупать продукты Потом как-то это все успокоилось Люди успокоились и опять вывалили на улицу Начали ходить по кафе, в общем, гуляйки устраивать И с этим у нас расточили карантин с 25 марта до 1 апреля Значит, у нас закрыли все обеселительные заведения Кафешки, пабы В коих было очень много народа, несмотря как бы тоже на карантин, да Значит, и объявили ограничение выхода То есть выход возможен был только по паспортам И при наличии анкеты, в которой человек должен указывать Куда, кто он, домашний адрес, куда идет, зачем идет Время выхода и предполагаем время возвращения Но поскольку, как бы, случаи-то продолжали расти заболевания Поэтому у нас этот карантин, естественно, продлили ужесточенный С 1 по 10 апреля на данный момент И не факт, что на этом остановится этот срок карантина Сейчас его еще и ужесточили Значит, людей, которые работают, теперь обязали ходить Еще и с справками с места работы Где указаны паспортные данные Время работы Во сколько они начинают, заканчивают И так далее Они должны носить с собой эту бумагу И паспорт Значит, либо те, кто работает в каких-то структурах государственных Они должны нести с собой служебные удостоверения и паспорт Вот Все остальные люди могут идти только Либо в аптеку Либо в банк Либо в продуктовый магазин На сельхозрынок Значит, либо в больницу Либо, если человек ухаживает за больным родственником То можно ему туда еще идти И он это все должен расписать в этой анкете Об основании своего выхода Значит, весь общественный транспорт У нас вот с 1 апреля запретили Закрыли даже метро И сейчас передвигаться по городу Можно либо на такси Но таксист имеет право брать только одного пассажира Либо на своем автомобиле В котором может находиться только член одной семьи То есть и у вас должно быть при себе доказательство Что вы члены одной семьи То есть зависит от брака И зависит от рождения И прочие документы Вот так вот В общем у нас сейчас Вот такая вот ситуация А, ну еще и у нас, естественно, разрешено заниматься сельхозработами Поэтому я думаю, что люди в деревнях не особо почувствовали Какой-то там карантин Они как сейчас как раз идет разгар поседной Вот эта вот работа в полях Они все сейчас там И, наверное, у них, в принципе, других дел-то и нет в это время И, к счастью, им это можно делать Поэтому они особо не заметили Никакой разницы в своем режиме Вот Также можно один раз в день гулять Либо пешком, либо на велосипеде В 100 метрах от своего дома Ну, до 500 метров Вот Вот такие вот у нас правила Значит, практически вот с первого дня карантина То есть 16 марта У Кристины в университете А учится она в российско-армянском Или, как говорят еще, славянском университете Очень быстро и все организовали Всю эту онлайн-учебу Значит, они занимаются по платной какой-то гугл-программе Я, честно говоря, не помню название Она мне говорила И им практически в первые же дни Дали расписание на всю неделю Ссылка не совсем времени В общем, они занимаются все четко по графику Без проблем У Эда в классе В школе, вернее У них Очень долго это все раскачивалось Раскачивалось То есть неделю они вообще ничего не делали Потом на второй неделе были какие-то попытки заниматься По скайпу По мессенджеру По ватсапу Но там есть ограниченное количество народу Присутствующих Но У Эда очень большой класс Для класса Как говорят, русский класс Но он не русский класс Называется класс С углубленным изучением русского языка Туда берут только детей Чьи родители Ну или оба, или один Имеют российское гражданство Так вот Обычно этот класс В случае Арминели Кристины Был от 10 до 18 человек У Эда 34 человека В классе То есть заниматься на платформах Вообще не было никакой возможности И потом они перешли на Zoom Впрочем, как, наверное, сейчас весь мир занимается на этом Zoom Вот И Как-то более-менее Эти занятия стали идти Но все равно у них Все это не организовано У них нет расписания на неделю У них, допустим, старост говорит Завтра вот во столько-то будет урок Вот они в 9 утра сели перед компьютерами Как вот сегодня, например Была И им говорят Извините, урока не будет сейчас Но я считаю, так нельзя делать Хотя бы заранее Хотя бы на день вперед Давайте это расписание Что будет, что не будет Потому что я не вижу смысла Например, в 9 часов уроки сейчас проводить У них весь день свободно Для чего где-то в 9 утра Тебе надо встать и сесть Перед этим компьютером на урок Как будто нельзя это сделать Там в 11-12 и так далее В общем, как-то так Ну, куда бедно В общем, уроки идут Но, к счастью, у моего мужа Есть тетка Которая является Потомственным учительом математики Она тоже преподает математику В русском секторе школы Не в нашей школе И вот она с ним каждый день По часу занимается В общем, мы ей очень благодарны За то, что хотя бы вот Математику он на уровне как бы держит Она ему там все объясняет Что ему непонятно В общем, у него Математика И с занятием математиками Сейчас проблем нет Вы извините, что я сбиваюсь Может быть, я не профессиональный Не блогер Не журналист Естественно, у меня речь Это мой первый опыт Вот такого вот общения И речь у меня еще не поставлена Так скажем Правильно Чтобы я без ошибок все говорила Значит, у Армине Как все это дело проходит У Армине, значит У них Она учится в колледже На факультете Организации общественного питания На втором курсе У них всего три курса И, значит Учителя по предметам Им дают задание Они должны это все сделать Сфотографировать И им отправить Вот в такой форме У них это все проходит И плюс У них два раза в неделю Была практика И сейчас Они должны Также Что-то делать Готовить дома Снимать этот Пошаговый рецепт И отправлять Своему преподавателю Практики Который является И классным руководителем Так что Два раза в неделю Я теперь не готовлю Готовить Какого повода Допустим Как была Оэда В классе Или в каких классах У наших знакомых У нас был Очень большой процент Больных детей Оэда Из класса Из 34 человек Ходили всего четверо В школу И по всей школе Вот по нашей Была такая ситуация У наших друзей Была точно такая же Ситуация С детьми То есть в классе Находилось там Из 25-30 человек В районе 2-4 человек И это было Как говорят По всей республике И причем Этот Как бы Гриб Он Отличался тем Что Были Много осложнений В виде пневмонии У детей В основном У детей Но В этот момент Нам Министерство здравоохранения Каждый день Там рапортовало Что не паникуйте У нас нет Никакой вспышки Гриппа Мы не будем закрываться На карантин Ну в общем Всех этого естественно Возмущало Потому что Две недели В школу Ходило несколько человек И их домой Не отпускали Они там просто Банально сидели Потому что Преподаватели Для двух-трех человек Не станут вести уроки Они там просто Дружно сидели В классе Пятером С учителем вместе И в общем Это был Первый случай Из всех Моих трех детей За время их учебы Когда я Вызывала Врача На дом Я брала Больничный лист Для Эго И вот он Находился на лечении В поликлинике Официально Это было Первый раз У всех трех детей В остальное время Мы как-то справлялись За выходные За пару дней Когда В принципе Ничего страшного Когда школу пропустишь Вот в этот раз У нас было так В общем К чему я это говорю Ведь в то время Никто у нас Не брал Никакие анализы Какой это был Тип вируса Что это было И в общем В течение Где-то двух-трех недель У нас была Вот такая вот Ситуация Я повторюсь Это было в феврале Вот Возможно Что тогда уже был Начало Этой всей Так скажем Пандемии Но это мои предположения Я не говорю Что это Именно так Вот в принципе И все Что я вам хотела Рассказать Как мы сидим дома Мы в принципе Нормально сидим дома Да Мне не скучно дома У меня трое детей У меня периодически Дома находится муж Потому как у них Сейчас плановых операций нет Он акушер-гинеколог Он неэффекционист И в больнице Не принимают Неэффекционных больных Потому что у них Есть акушерское отделение В больнице Я к тому говорю Что мне дома не скучно И в принципе Я посмотрю Детям тоже не скучно Они постоянно Находят на какие-то занятия В общем Мы сидим спокойно Единственное Что Мне Так скажем Беспокоит По состоянию Нашего сада На данный момент Потому что сейчас Такое время Когда должны вестись работы Садовые По уходу за деревьями Там вот Работу старую Прошлый год Не надо убрать А мы этого ничего сделать Не можем Потому что Между районами Нельзя передвигаться Вот А еще хочу сказать У Кристили на работе Значит они Какое-то время Работали Онлайн И потом Начали Рекламодатели Отказываться От проекта Финансовых Естественно проблем Потому что У кого Хорошие Как это Сформулировать Финансовые поступления Это у людей Которые занимаются Производством Продуктов питания Либо средств Дезинфицирования У них рекламное Агентство Естественно Рекламодатели Стали сворачивать Проекты И их перевели В общем На проект На его оплату Туда Вот Что касается Дефицита продуктов У нас в магазинах Нет У нас полным Полно Можно в любой Актере купить маски У нас в любом Супермаркете Или малюсником Магазине Есть алкогели Потому как Местные компании Стали Заниматься Производством Алкогеля Либо те Кто раньше Их продавала Они нарастили Объемы продаж Маски Можно купить Как в аптеке Так и Немного дешевле На Тортале Бесплатных Объявлений На типа Российского Озона У нас Он называется Листаем Вот Единственное Что Эти алкогели Они Естественно Стали дороже В 2-3 раза Ну Ничего страшного Их как бы Ведрами Не используешь Тем более Что у нас Был запас Алкогелей От Батин Боди Ворс Плюс Значит Я купила Один гелевый Алкогель Который Я разбавляю Вот этот Вот гель От Батин Боди Ворс Потому что Он Очень редким Запахом Обладает Я не могу Меня Вот раздражают Эти насыщенные Запахи Дефруктовые В разбавлении С нормальным Спиртовым Банальным Алкогеном И получается Идеально Идеально По запаху И по действию И плюс У меня еще есть Еще со старых времен Затылка Детство Жидкого Которое Можно Перелить В спрей И точно так же Обрабатывать Челки Это Профессиональное Средство Для обработки Детских собак В школах Было Где-то Покупало Вот как-то В общем Вот так Пишите Чем вы Занимаетесь Как у вас В ваших Городах Люди Относятся К карантину Потому что Вот я сейчас Прошлась Я вам Показывала Что Вот я смотрю Некоторые Люди Показывают Там вообще Ни реально Ни одной машины Ни одного Человека У нас Уменьшилось Конечно Количество Но я не скажу Что прямо Все вот так Прямо сели И себя Дома В общем Как-то Вот так Вот Ну что я вам Могу сказать Давайте будем Надеяться На лучшее На скорейшее Прекращение У всей этой ситуации Конечно Все это неприятно Это все напрягает Но рано или поздно Это все Закончится И надеюсь Жизнь войдет Постепенно В свою коллегу А на этом Я хочу с вами попрощаться Желаю вам Всем здоровья Удачи Подписывайтесь Пожалуйста На мой канал Буду рада Новым встречам С вами Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok